Мои хорошие, сделали мы с вами прямой эфир. И что вы думаете, сразу же после прямого эфира... А, вон они чинят, оказывается. Ну хорошо, окей. Сразу же отключили нам свет. И уже вот два часа нет света. Муж говорит, вон приехала машина, наверное, буду чинить. Ну слава богу. Это после, знаете, урагана Хелен у нас такой беспорядок, что говорят, что за столько лет никогда свет вот так надолго не отключался, потому что были разрушения сильные в Саванне тоже, в Атланте, вообще в Джорджио тоже сильно пострадало от этого урагана. И вот сейчас у нас дождь. Ну такой, остановился чуть-чуть, капает. Но надеюсь, сегодня свет будет работать уже скоро, потому что в прошлый раз мы были без света два с половиной дня. Я уже не смогла дома сидеть с детьми. Время только 5.30, у них сон в 8 часов, у нас летом в 8 часов, а зимой в 7 часов. Так вот рано укладывается, принято в Америке. Чего это ты так вздыхаешь? Если у тебя есть долги, давай я заплачу, дедушка так говорил, когда кто-то вздыхал. Если у тебя есть долги, давай я заплачу. Вот, и значит, сейчас мы едем в кинотеатр. Это он меня. Меня это он изображает. И скоро к нам идет еще один ураган. Да, он говорит, Северная Каролина была очень сильно задета этим ураганом. Ну, Флорида тоже, да. Тампа была задета сильно. Ну, может быть, у нас будет просто сильный шторм, но он пришел в ураган, пришел в саванну в категории 4. Это довольно-таки сильный ураган. Они сейчас снова ждут, что будет еще один ураган. Уже показывают. Он очень, прямо там зловещая вот эта красная точка в океане, но она сейчас возле Тампы. То есть Тампе надо быть очень осторожна. Тампу бомбанет сейчас еще раз. Это, конечно, жесть. Вот, ну вот, надеюсь, принесет. Принесет нас. А я в группе у нас в саванне. Что происходит в саванне? Группа такая есть в фейсбуке, там американцы пишут. Как бы нам вежливо отказаться от этого урагана? Ну, такой прикол, да. Как бы вежливо сказать спасибо, но не надо. Проходи мимо нас, пожалуйста. Мы не готовы. Мы не готовы еще раз к этому удару. Ну, ладно. Сейчас мы едем в кинотеатр, чтобы просто провести время. Сначала еще где-нибудь поужинаем, а потом пойдем в кинотеатр, поедем, посмотрим детский фильм. Как-нибудь время убьем, как говорится. Хотя я не люблю это слово убивать. Время. Нет. Просто проведем время с детьми. Так лучше. Пришла в кинотеатр еле как купила билеты. Вот. На четырех человек 45 долларов. Если кому-то интересно. Но там нет абсолютно мест. Я вот последние билеты купила, но мы не сможем все вместе сидеть. То есть мы будем втроем сидеть в одном месте, и Джей будет сидеть сзади. Я последний купила. Там вот на экране смотришь. Мы пришли в этот фастфуд. Кто знает, это Попей. Это лузианская курица жареная здесь. Но эта еда считается soul food. Очень популярная среди афро-американцев. Я никогда за столько лет в Америке ни разу не была в Попей. Мне кажется, я была во всех фастфудах. Хотя у нас в Калифорнии тоже есть. Но я никогда, никогда не была. Так что я сказала, я смотрю, приезжали, а он хотел зайти в Чик-филе. Я говорю, нет, давай зайдем сюда, потому что я никогда, никогда не пробовала. Он говорит, ты серьезно никогда Попей не ел? Я говорю, нет, никогда. И вот я хочу попробовать. Видите, здесь много афро-американцев. Это очень популярно. Но они любят вот это, жареная курица, фрай-чикен, это вообще их блюдо. И поэтому лузиана китчен. Вот, видите. Мы посмотрим, что за Попей. Попей я всегда вспоминаю. Помните, был мультик Попей и игра. Я все время вспоминаю. А мы еще сейчас ехали в машине, и позвонила Серинч мужу. И он включил на громкоговоритель. Она там рассказывала ему, как она делает свои проекты, там бла-бла-бла, там разговаривает. И в конце я уже подключилась, говорю, ну спасибо, что ты позвонила папе, а не мне. Она говорит, мама, я хотела тебе тоже позвонить. И муж говорит, ну ей, наверное, что-то надо. Она всегда звонит только когда что-то, ну так шустит, он говорит, когда ей что-то надо. Она просто еще к этому не дошла. Она такая, нет, ничего не надо, я просто позвонила. Я говорю, ладно. Ну, потом я спросила, есть ли она хорошо. Она говорит, да, да, я ем. И муж сказал, что вот этот вот пропасть, который у них есть на буфет, он еще действительно в пяти ресторанах поблизости. И муж говорит, у тебя нет никакой прям вообще, никакой причины, чтобы ты там голодала, да? И она говорит, нет, нет, я не голодаю. И муж говорит, давай на следующей неделе встретимся где-нибудь пообедаем. Но он тоже с ней старается один раз в неделю с ней встречаться, обедать. И я стараюсь так. Но он с ней чаще встречается, потому что он тоже там работает, в даунтауне, рядом с ней. Вот так вот. Вот видите, попей. Попей. Вот. Первый раз пробую попай. Я говорю попей, муж говорит, это не попей, это попай. Попай. Ну понятно, понятно. Какие-то вот хлебцы и курица. Машпотито и что это такое? What is this? Маке-н-чиз. Понятно, понятно. Это бискет. Бискет, да. Я не хочу бискет, я не еду. Вот это место, муж плевался. А, окей, муж плевался. Какое геттоское место, как здесь грязно, никогда сюда не придем. Плевался и плевался. Мы опаздываем, опаздываем. Да, let's go, let's go. Эй, let's go. Hurry up. В общем, мужу не понравилось. Вот. Пупей. Пупай. Муж злится, что плохое место я выбрала. Ну ладно. It was terrible, а? Yeah, it was terrible. Какая-то ужасная еда. I don't know why it's so busy, everybody's there, it's disgusting. Terrible food, terrible service. Какой-то очень плохой сервис. Terrible service. Пупай сервис, все грязно. А мне нормально, жареная курица. Я поела нормально. Ему не захотелось. Ему не понравилось. Мы приехали в Синема, как будто бы в отель переезжаем с огромной сумкой. У нас там одеяло. Мы всегда берем одеяло с собой. Чтобы было комфортно, потому что там холодно. Ой, да, здесь холодно. А сыночек у меня в коротких шортах. Хорошо, что хоть одеяло взяли. Так, попкорн сейчас еще не взяли, потому что большая очередь. Он говорит, я не буду ждать. Давай сначала зайдем, потом он принесет попкорн. Блин, холодно, baby. It's cold. He supposed to get his... Зарджакет. It's like we have. Up is back. Wait, mom, where is dad gonna shit? Huh? Where is dad gonna shit? On the bow. Let me tell you what happened. Went down. What happened? Is that cartoon finished? I'm glad that's finished. But... Всем доброе утро. У нас воскресенье утро. И только я пришла сюда за кофе. Вот я не могу вообще без кофе. Дома, оказывается, кофе не осталось. Поэтому мне нужно купить кофе. Хотя бы временно пока. Здесь больших таких... Нет коробок, как в Коско или в Сампс. Но хотя бы... Хотя бы на сейчас. Иначе я не могу без кофе. Вот я подсела, как наркоман, на кофе. Ужас. Даже страшно. Так вот, купила... Данкен. Медиум рост я только люблю. Не light и не dark. Должно быть только медиум рост. Данкен. Ну, нормальный кофе. И... Старбак. Вот такой. Да давай же, стой на месте. Breakfast Blonde тоже мне нравится. Вот здесь немножко с нотками brown sugar, коричневого сахара и... Этого апельсина в медиум рост. Ну, Breakfast Blonde не нравится. Так много чего не нравится. Старбакса они очень... Все еще крепкие прям. Все. Сижу с кофе. Взяла кусочек сыра. И кофейка. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.